Реклама сегодня окружает городского человека практически всюду. Мы фактически погружены в рекламную среду. При этом она очень разнообразна. И в рекламной фотографии высочайшая конкуренция. Ведь задача выделиться из непрерывного потока информации, чтобы завладеть вниманием потребителей. Реклама бывает назойливой, но она же бывает и интересной. Зачастую она формирует наиболее заметную оболочку городского ландшафта. Как бы мы ни относились к рекламной фотографии, но бывают снимки, которые заставляют нас остановиться и начать всматриваться в них. Трудно назвать рекламную фотографию жанром. Это скорее широчайшая сфера применения фотографий, требующая высочайшего качества работы. Рекламная фотография может включать в себя целые кампании по продвижению. И имиджевые съемки, и каталожные съемки, и портфолийные, и предметные разной степени проработки, и событийные, и многое другое. Главное, что я бы выделил, это две основные составляющие рекламной фотографии, которые могут сочетаться в разных пропорциях. Первое. Это фотографии, которые могут зацепить зрителя своим конфликтом, идеей, парадоксом, сюжетом и тому подобным. Второе. Фотографии, документирующие товар, услугу, персону, явление, то есть объект продвижения. Это что-то вроде паспорта объекта, позволяющего познакомиться с ним во всех необходимых деталях. И в каталожной съемке, например, опытный рекламный фотограф Игорь Сахаров советует снимать дорогие объекты на более темном фоне. А дешевая, поточная съемка ширпотреба, как правило, делается на однородном светлом фоне с ровной, яркой заливкой светом объекта. И в этой связи я действительно не понимаю, делали это способности ушлых фотографов убеждать или в малом визуальном опыте снимаемых. Но для меня выглядит странной массовая готовность платить за возможность выглядеть, как дешевый ширпотреб в каталоге маркетплейса.